Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Напомню вам, что, как всегда, мы следим за событиями, которые происходят и в городском округе Люберцы, и в Московской области, ну и, конечно же, за ее пределами во всей стране. Но прежде всего нас интересует сейчас, как мы смогли прожить вот эту ситуацию, которая была довольно сложной. Почему была? Потому что все-таки мы потихонечку выходим из этого положения сложного. Да, есть определенные потери, к сожалению, человеческие жизни ушли, но, согласитесь, тот медицинский подвиг, который был совершен, наверняка уже войдет в историю. И очень радостно, что на всех этапах этой ситуации самые простые люди работали волонтерами, и люди, которые обречены какой-то властью, тоже смогли подойти к этой ситуации и проявить свои какие-то качества. Потому что без этого мы бы не смогли выйти из этой сложной ситуации. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Валентинович Дениско и человек, который является депутатом Московской областной думы. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Сразу же первый вопрос. Вот знаете, как люди, когда что-то случается, они же прежде всего о себе думают, но я имею в виду, вот человеку закрыли предприятие, он перестал работать, сидит дома, выполняет все, что ему говорят по телевизору, по радио или даже сотрудники полиции. Но депутаты – это же люди особые. Вы же даже если бы и изолировались, либо самоизолировались, работа-то продолжалась? Как это было? Ну, работа продолжалась, работа просто немножко видоизменилась. Значит, все официальные мероприятия, дума, фракция, заседание комитета – все перешло в онлайн. То есть, слава богу, что сейчас есть программное обеспечение, которое позволяет… Быстро смогли перестроиться? Да, это было на самом деле… Мы до этого практиковали только в бизнесе. А здесь получили официальное разрешение, официальный статус. И мне кажется, это надо и продолжать. То есть, ускоряет работу, не надо ехать, встречаться. Да, значительно экономит время. Я, честно говоря, на комитетах уже давно предлагал, люди, мои коллеги-депутаты смеются, что Дмитрий Валентинович реализовал свою возможность онлайн проводить комитеты. Поэтому в данном случае все это было без какого-то ущерба. Все в спокойном рабочем режиме. Сложность появилась в общении с нашими жителями. Потому что для всех это было, во-первых, неожиданно. Во-вторых, многие не понимали, как это – сидеть дома, никуда нельзя выйти. Войти на прием. Да, во-первых, не в чем выйти. Приемов так таковых нет. То есть, если многие люди достаточно современные и пользуются соцсетями, легко перешли на Инстаграм, на общение в социальных сетях, и вопросы мне задавали. И во время проведения прямого эфира моего в Инстаграме поступали вопросы. А вы, кстати, вот сразу же, насколько я так знаю, вы прямо работали в персональном таком режиме. Вы выходили в эфир. И выхожу. И выходите. То есть, как часто это происходит? Раз в неделю. Вот. Сколько идет? Ну, где-то в зависимости от вопросов. От 20 минут до 40 минут. То есть, это просто вот такой каждый человек, который хотел бы к вам обратиться, может на прямом эфире. Ну, подписаться надо или, ну, по крайней мере, понять, что будет прямой эфир. Но это новая форма. Раньше такого не было. Раньше такого не было, да. Раньше такого не было. И как ощущения у вас и у тех людей, которые вам… Какие вопросы, кстати, задают? Ну, вы знаете, ощущения на самом деле такой двойственные. Потому что, во-первых, я учился во время этого. Ты же блогер такой уже. Депутат-блогер. Первый эфир отличался от… и отличается от последующих эфиров. Понятно. Потому что, когда я первый раз вышел, я думал, что вот они сейчас будут вопросы, я буду на них отвечать. Но получилось не совсем так. То есть, мне приходилось заполнять паузы постоянно. Ну, люди еще, да, не были подготовлены к этому. Да, первый раз я как бы не особо был к этому готов. Но хорошо, что многие люди, которые просматривали, участвовали в этом прямом эфире, были мне знакомы по названиям аккаунтов, то есть, по никам. И я, в общем-то, им передавал приветы, интересовался… То есть, поддерживали. Это же тоже психологическая история. И интересовался адресно, да, там, как у них проходит самоизоляция, да, есть ли какие-то проблемы. Ну, и самое главное, я обратился к жителям и к знакомым, и незнакомым, чтобы они написали мне о соседях или о родственниках, которые оказались в тяжелом состоянии, в тяжелом положении. То есть, вы расширили как бы сферу. Да, в тяжелом положении. Предоставили мне какие-то телефоны, либо этих людей, либо соседей личные. И мы потом отрабатывали. Поступило много обращений таких, особенно после первого, и второго, и третьего, вот в начале, в самом, да. И мы отрабатывали спокойно уже параллельно с теми обращениями, которые шли через приемную, через мою электронную почту. Ну, обычно. Через моих помощников, да. То есть, это было дополнение, то есть, и какое-то количество прибавилось. А почему вы решили на это пойти? Потому что не каждый депутат готов вот так вот, да, это же действительно открытый такой эфир, открытый диалог, как у нас с вами сейчас происходит, выйти, потому что ведь помимо помощи можно встретиться с людьми, ну, с обостренным таком нервным, тем более вот сейчас, да, когда такая ситуация, то есть, вы подвергаете себя определенному риску с точки зрения, что это сложно самому выдержать вот этот наплыв. Вы это сделали принципиально? Почему вы решили с людьми говорить напрямую? Ведь можно через помощника? Николай, вообще любой депутат обязан и... Обязан, да, но и регулярно, и регулярно общается со своими избирателями. И вопросы бывают абсолютно разные и неприятные в том числе. И ко мне бывают неприятные вопросы. И неважно, там, сделал я что-то или, наоборот, не сделал я что-то. Человеку может не устраивать какая-то ситуация, которая сложилась. И он обращается к любому представителю власти. Неважно, исполнительная или представительная власть. Это нормально абсолютно. И мы к этому... Просто вы пришли на передовую. То есть не каждый депутат может так сделать, да, выйти просто в эфир и предложить, вот, пожалуйста, мне все рассказывайте. Николай, гораздо сложнее общаться с людьми глаза в глаза, оффлайн. Онлайн это, ну, совсем не те эмоции, на самом деле. Ну, это да. Хотя, как бы, ну, там, смысл понятен, да. Но сама технология, что важно, чтобы люди увидели, да, что не просто депутат где-то есть, а депутат вышел и рассказывает о конкретных делах прямо сейчас, когда мне это нужно. И наверняка я уверен, что многие, знаете, как, ну, кто-то и не интересуется, особенно депутатским корпусом, а тут они увидели, что вот есть человек и так далее. Действительно, тут очень важно не только там себе помочь, да, вот соседям кто-то, ну, люди стесняются, надо обращаться и так далее. Я знаю, что во время вот этой вот сложной ситуации была выстроена работа с точки зрения обеспечения. Вот давайте о социальной составляющей, в общем-то, для депутата это самое главное. Вот скажите, как это происходило, с какими трудностями вы столкнулись, и как была выстроена эта история вот с помощью людям, как вы искали вот эти вот варианты помощи? Ну, варианты помощи, они уже найдены мною давно. Для меня это как бы началось не в марте, а несколько лет назад, потому что депутат всегда общается, ну, с определенными жителями, которые испытывают трудности. Это регулярно. У нас, ну, наверное, 90% общения – это как раз такие люди. И у меня программа помощи, она давно работала, была реализована. С какими трудностями? Просто здесь был объем уже другой. Больше людей. Конечно. Это был гораздо больше объем, и мы вот сначала с моими помощниками, лично объезжали, развозили. Ну, во-первых, было немножко неудобно кого-то просить, там, из сотрудников, там, и так далее, чтобы, ну, потому что я не мог им сказать, там, выходите, помогайте. Ну, как бы это немножко неэтично было, да. То есть вы работали сам, работал волонтером? Да, ну, по сути так. Я и мои помощники. Потому что, ну, не все у меня есть люди старшего поколения, мы их не трогали, они у нас находились на самоизоляции, работали вот удаленно. Они вас психологически поддерживали. Они нас всяко поддерживали и рвались в бой, на самом деле. Они у меня очень боевые, да, социально ориентированные, в этом плане проблем нет. Вот. А мы вот с более молодой помощницей моей, Марии, вот, брали эти котомочки. Она с мужем ездила, закупала в супермаркете, все это в гипермаркете, все эти наборчики, раскладывали и развозили. Но потом, когда объем стал большой, вот, вовремя ребята, волонтеры наши, Люберецкие, предложили свою помощь. И, как бы, они с нас сняли вот этот вот самый непростой и объемный участок работы именно по развозу. Конечно, в этом плане у нас возможности расширились кардинально. И бывало так, что только обратился человек вот ко мне в прямом эфире, и уже вечером у меня письмо, там, в соцсетях с благодарностью, что, да, спасибо, что вот мы не ожидали, что это будет так быстро, и так далее, и так далее. То есть ребята, конечно, молодцы, нам очень здорово помогают. Вот, я так понимаю, что раз список расширился, то сейчас, после того, очень надеемся, что, да, программа, мы потихонечку выходим, и даже в момент нашего вот сегодня, нашей сегодняшней встречи уже принимаются какие-то решения. Мы видим, да, чуть ли не каждый день или там, по крайней мере, каждую неделю как-то ситуация меняется. Но, тем не менее, помогла ли вам эта ситуация, как ни странно, посмотреть и что-то для себя, ну, забрать, что ли, в последующую жизнь? Вот, например, те же прямые эфиры. Я так понимаю, что вам уже даже в какой-то степени нравится эта история, что как прямой контакт с теми людьми, которые не смогут, может быть, прийти к вам на личный прием. Расширение вот этой какой-то волонтерской истории, да, почему? Потому что не только помощь, ну, людям, которые нуждаются. Мы же понимаем, что выход будет долгим, еще у нас появятся люди, экономическая составляющая, мы об этом еще поговорим. Вот вы, знаете, как вот у нас говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот можно сказать, что вы уже разрабатываете какие-то новые схемы, которые помогут в дальнейшем, ну, любую вот такую ситуацию еще быстрее решать? Ну, самое главное – это обратная связь и контакт с людьми. В этом плане даже те люди, которые были далеки от этого, они искали варианты, чтобы найти возможность коммуникации. И они их нашли, и я думаю, что они их уже не забудут. В этом плане это, конечно же, облегчит и нам задачу, и им задачу. Человеческий фактор. Да, 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 есть статика определенная. Эта статика, вот она была пройдена, то есть уже появились другие. Сейчас, если раньше было у меня там комментариев там одно количество, сейчас значительно больше вопросов, если приходил один-два в месяц, сейчас это уже там один-два в день. Напомню, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Валентинович Денискоинцы. Мы с вами говорим о той ситуации, которая была, и во второй части у нас еще один появится гость в студии. Мы поговорим на медицинскую тему, а еще я хочу коснуться, как мы дальше-то жить планируем. Изменится, что ли, может быть, в работе депутата, а может быть, в работе, кстати, тоже в работе избирателей, потому что избиратели, когда общаются с депутатом, они тоже, можно сказать, работают. Сделаем небольшой перерыв и вернемся в студию открытого диалога. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», и у нас сегодня в студии депутат Московской области Дмитрий Валентинович Дениско, а также к нам сейчас присоединился человек, ну, люди этой профессии сейчас для нас очень важны, медик, главный хирург Ливерецкого округа Анатолий Иванович Уханов. Здравствуйте. Добрый день. Я вижу, что вы уже пришли подготовленным. У нас получается, что депутат в перчатках, вы, как это правильно сейчас называется, даже не знаю. Это маска. У меня, ну, это спецмаска такая защитная. А моя маска здесь рядом, на тот случай, если что, сразу надеть. Вот у меня сейчас главный вопрос. Очень слово «медицина», «медики» звучало, наверное, чаще всего. Анатолий Иванович, мы как сейчас в ситуации более-менее под контролем? Смотря что понимать под этим контролем. Ну, что мы понимаем, что это опасно, что пока нет ничего, что эту вакцину может, что этот вирус может победить, но мы, по крайней мере, как-то локализовали эту историю. Ну, вы, может быть, локализовали, здравоохранения нет. К сожалению, да. Вот. Потому что все эти локализации – это в умах людей. А на самом деле эпидемия еще не закончена. Вот сейчас народ выходит на улицы, и начнется вторая волна. Потому что сейчас начнутся контакты, и, соответственно, начнутся поступления людей, вторая волна поступления людей в стационары. Как была при первой волне, все стационары были забыты, и не знали, куда положить пациента. Так же будет сейчас. Единственная надежда на природу, что вот у нас сейчас солнышко выглянуло, да, то есть тучки разбежались, температура. А этот вирус не любит, к счастью, к нашему, солнечных лучей, он погибает, температуру он не любит, он погибает при 90 градусах почти мгновенно, понимаете. А при 30 он тоже не живет особо долго. Поэтому, как бы, вот единственная надежда на природу. Если бы сейчас была зима, то, может быть, они бы с радостью продолжали бы сидеть дома. Но, к сожалению, сейчас такая погода, с одной стороны, теплая, вроде как, дай бог, чтобы на вирус действительно повлияла, но, тем не менее, они будут идти дальше. Я вот что хотел спросить по поводу, вот вы говорите, сама медицинская обстановка. Вот сочетание депутатской работы, других органов власти, понимают сейчас, что надо с медициной нам как-то что-то поменять? Ну, вы знаете, понимание было всегда и есть, особенно со стороны администрации. Я вообще поражен работой нашей администрации во главе с Назаревой, Ирина Геннадьевной. Она работает вместо главного врача сейчас. Если приходится решать вопрос, она решает гораздо быстрее. Какая сейчас нужна помощь? Может быть, депутатам как-то обратиться с каким-то наказом, предложением? Я понял ваш вопрос, я вам могу на него конкретно ответить. Вот в самом начале была нужна колоссальная помощь. И вот благодаря просто, знаете, вот нашим депутатам Дмитрию Валентиновичу, один из первых, Дмитрий Валентинович, откликнулся на то, что пришла беда, и надо помогать. И он включился в работу моментально. То есть вот эти маски, это маска, благодаря Дмитрию Валентиновичу у нас. Все мы получили 150 масок, вот таких вот в больницу нашу. В первые дни, когда еще... Понимаете, в чем дело? Наше здравоохранение современное, ему надо время раскачаться. И вот тогда, в тот период, когда это началось, уже начало развиваться, это апрель, да, начало прогрессировать, это быстро нарастать эпидемия, вот в этот момент, критически он был, вот в этот момент нужны были деньги вот такие вот, не из бюджета, потому что бюджет пока раскачается, пока там законы, пока там то все. Мы это понимали, что это пройдет время, это две недели, три недели. И вот сейчас... Каждый час, да. Да, вот в настоящем этапе уже эта помощь, спасибо им. Они вот этот этап, который был промежуточный между раскачиванием нашего здравоохранения и реальной ситуацией, они заполнили своими деньгами, своими возможностями. И они смогли вот это вот помочь нам в борьбе с инфекцией. Можно я, Николай, я добавлю? Я все-таки как бы немножко не соглашусь с высказываниями Анатолия Ивановича, с такими эмоциональными, что мы не готовы, здравоохранение не готово. Нет, как раз сейчас ситуация кардинально изменилась. И то, что правильно Анатолий Иванович сказал, что требовалось время. Но сейчас вот буквально на прошлой неделе открылся новый стационар в Красково на 359 человек. Это большое количество специально заточенных под ковид. Сделали ремонт в течение месяца. То есть помимо того, что у нас строятся новые госпитали, да, ориентированные на ковид в Подмосковье, в Москве переделываются огромные площадки. А здесь у нас вот Красковская больница у нас была полностью переделана под ковид. Если депутат на своем месте или руководитель какой-то другой структуры, которая отвечает, то он не просто должен расшат, ну как, что делать, да, страх такой в глазах полет. Сразу делом заниматься. А дело у нас одно – это помочь людям. А, помочь тем, кто заболел. Это дело медиков, которые с этим, к сожалению, столкнулись. И мы видели эту всю историю. И, к сожалению, как бы нам ни рассказывали, кто не медик, ему трудно, наверное, это было понять. Но и со стороны депутатского корпуса. Почему? Потому что очень многие люди, они начали как-то так, ну а где наш депутат, а кто у меня, кто мне поможет и так далее. Знаете, какое потребительское отношение. А работа шла. Так вот вопрос такой, наверное, к Дмитрию Валентиновичу. Может быть, нам сейчас, вот когда, дай бог, чтобы не было второй волны, но вот такая ситуация, ну немножко мы как-то, может, психологически выдохнули. Сейчас разработать некую систему и по-новому посмотреть на медицину, на сочетание медицины социальных структур. Еще один вопрос вам, Дмитрий Валентинович. Скажите, экономическая составляющая. Ну, во-первых, кстати, отталкиваясь от медицинских вопросов, медики на сегодняшний день в Московской области все получили обещанные деньги, которые президент обещал? Или еще этот процесс идет? Или кто-то молчит, и кому-то говорят, молчи, не вылазь. Ну, это надо у медиков скорее спросить, да? К вам, как депутат, кто-то обращался? Нет, у меня таких обращений нет, слава богу. И сейчас есть такая красная кнопка, красный телефон, которому любой медик может позвонить в федеральную структуру и озвучить эту проблему, и реакция будет моментальна. Поэтому я надеюсь, что у нас нигде прижимов таких не будет. Анатолий Иванович, я так понимаю, что ваши коллеги, они вам сообщат, что если им что-то недоплатили? Конечно. Народ сейчас совсем другой. Вы понимаете, вот ковид, это как грань такая прошла. То есть народ просто понял свою безысходность, безвыходность в ситуации. И они по-другому стали на мир смотреть. И врачи, и сестры стали себя по-другому из санитарки вести. Не так, как до ковида они себя вели. И они уже начали отстаивать свои права. И правильно, я считаю, что они отстаивают их. Единственное, что идут перегибы определенные. И вот, как вы говорите, слухи вот эти какие-то непонятные. На что они заплатили? Будут платить, не будут. Все будет выплачено, уверяю вас. Ну, хорошо. И каждый врач, и сестра, и санитарка получат эти деньги, которые им государство выделило. Они дойдут в конечном итоге. Мы говорим сейчас о эффективности здравоохранения и о первом этапе. То, что наше здравоохранение не совсем эффективно, так скажем, то это показал ковид. И я еще раз говорю, мы должны возрадоваться. Это как бы первый опыт нашего столкновения с одной из тяжелых инфекций. В свете того, что говорил Анатолий Иванович, я тут хотел бы еще вспомнить одну группу, массовую группу людей. Это предприниматели, это люди, которые занимаются самым разным бизнесом. От мелких компаний до компаний серьезных и так далее. Вот как им быть в этой ситуации? Я знаю, что вы и по поводу, скажем, государственных структур, и негосударственных структур, у вас есть какое-то свое предложение, какая-то программа, как помогать выйти из этой ситуации. Вот бюджетное, инициативное бюджетирование. Я слышал такое слово. Нет, это немножко о другом. Ну, во-первых, по поводу предпринимательства в целом, и то, что многие предприниматели пострадали от режима карантина, от остановки и так далее, это факт. Я хочу сказать, что такой же факт, что государство оказывает реальную помощь таким предприятиям, которые получили простой и убытки. То есть вот не один уже есть пример. Есть отрасли, например, рестораны, получили при условии, что ты не увольняешь сотрудников, тебе государство выплачивает зарплату по 14-400 на каждого сотрудника в месяц. Плюс тебе банки предоставляют либо беспроцентный кредит, либо невозвратный кредит. То есть две формы. Тоже на зарплату. То есть все это делается для того, чтобы люди, предприниматели не увольняли своих сотрудников. Чтобы они не оказались в той ситуации, что они не могут платить физически, нет ликвидности. Вот государство, надо сказать, в чрезвычайно сжатые сроки реализовало этот пакет помощи бизнесу. Это то, что касается помощи. То, что касается инициативного бюджетирования, это форма новая для Московской области, но не новая, в принципе, для нашей страны. Она уже опробована. Что это такое? Это когда жители принимают участие в выборе, что будет финансировать область, что будет финансировать муниципалитет, какие улучшения на территории. Это слово «инициативное» заложено. Инициативное, да, должна быть инициатива. Инициатором может выйти депутат, может быть любой житель выйти инициатором. Этот проект поступает на портал «Добродел», и там идет голосование. То есть, если большинство поддержит этот проект, не большинство от какой-то части, а просто определенное количество большое поддержит этот проект, жителей, то регион выделяет практически 70% на финансирование. И муниципалитет добавляет 20% еще. Инициаторы добивают эту тему. Это может быть и депутат, и жители. Хорошо, тогда тут возникает вопрос. А лоббисты не появятся, которые под видом жителей района будут решать свои проблемы? Все-таки 70% – это такая большая сумма. Кто будет проверять? Инициативы, они же разные бывают. Нужен ли нам здесь такой-то магазин, или нужна нам здесь школа? Нет, здесь, во-первых, все это дело, этот проект, он не сразу попадает на голосование. То есть, его, он проходит комиссию в региональном правительстве и комиссию в администрации округа. То есть, если все одобряют этот проект, то зеленый свет в работу. Анатолий Иванович, мы обещали как-то оптимистично закончить. Я услышал, что вы сказали, что 80% протекает легко и скрытно. То есть, люди даже могут не чувствовать, что они больны коронавирусной инфекцией. Сегодня у нас в этом живом, на мой взгляд, очень интересном разговоре принимали участие депутат Московской областной думы Дмитрий Валентинович Дениско и главный хирург Либерецкого округа Анатолий Иванович Уханов. Мы, по-моему, рассмотрели этот вопрос с самых разных точек зрения. Вам большое спасибо за вашу работу. Каждый час вашей работы, как бы там кто ни говорил, я имею в виду, и правильный подход власти, и правильный подход медиков, это все-таки жизни людей. Как бы там кто чего ни говорил. Ведь мы же, когда проецируем это на себя, вот с тобой все нормально, так про тебя это не касается. Кстати, до сих пор многие считают, что это все выдумка. А вот как только где-то узнают, и вот эти страшные фотографии или сообщения о том, что ушел такой-то человек, тогда они понимают, что, может быть, надо думать, прежде чем выходить, есть шашлыки. Разрешите на этом с вами попрощаться. Вам тоже пожелать здоровья. Всем вашим родным, близким, избирателям, всем сотрудникам. Всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин